Лимон, куда мы сейчас двигаемся? Мы сейчас едем к деме Киберворума. Такой чувак, у которого дофига всякого оборудования дома. Там синтезатор и еще какая-то хрень. Сейчас посмотрим, что там у него. И продолжим снимать Диссидент. Я деме Баш, это был Экспектур. Баш, Баш, Баш. Стас, погадай. На картах где мы? Это специальные гадальные карты, на которых сидела девственница. Только такие карты. А на что гадаем? Где мы и что мы здесь делаем? Тогда левой рукой от себя. От себя. От себя. Ну вот, мы видим восьмерку крестей, которая означает бесконечная смерть. Я деме Баш, это был Экспектур. Баш, Баш, Баш. Что называть культурой? Что бы ты поменял на музыкальной сцене России? С этим альбомом лег в психиатрическую больницу. И Шулина блевал ему прямо в сумку с пластинками. Сказал, не мое. Я просто рядом стоял. Такие песни доделать не надо. Еще Стас был одним из первых людей, которые придумали нейрофанк в мире. Для меня нейрофанк это прежде всего прием работы с Басом. По пути проституции, наркоторговли идут. Ну как драку. Мы наткнулись на каких-то, в общем, пьяных курсантов. Тематика МЛО у меня присутствует. Мастурбация. Как ты подделывал год рождения, чтобы тусить маме? Долго я стеснялся, стеснялся. Но меня вытащили на эту эстраду. И я начал отжигать, короче, жилье. А, они попросили сигарету, а Стас им дал по голове. Всегда людям было сложно сориентироваться, как ты знаешь. То есть, ну что, драм-инвес, это что? Это какое-то ответвление рейв-культуры, например? Да, ну да, может быть. За некоторые выпуски сейчас могли бы посадить. Что сейчас происходит с нейрофанком, я его мало слушаю. Просто мне не нравится, что малосодержательная музыка. Смотреть в своё духовное сердце. Давай поговорим о твоих проектах, о таком проекте, как проект Кач. Какое ты участие там принимал? И чем это всё закончилось? Ну, собственно, мы это создали с Серёжей, начали. Мы с ним познакомились в клубе пар. И нас познакомили, как вот, ты же поэт, вот Стас тоже поэт. И мы давай играть в буриме. Вокруг собрались куча людей, слушали нас. Вот. И так потом появился у одного товарища диск группы Кровосток, Реки Крови. Тогда ещё он не вышел от альбома. У нас уже появился. Мы это дичайше слушали и, вдохновившись, вот решили создать что-то, ну, естественно, собственным каким-то, оптикой собственной, но во всём, да, от Кровостока. Какой текст в Кач был твой? Ну, в первом альбоме много, например. Потом мы как-то расходились. Мы с ним настолько разные люди. Во-первых, он мне старше до 12 лет. И, в принципе, ну, мы очень дружим всё равно. Созваниваемся каждый день. Обсуждаем, анализируем. Вот. И, ну, что там? Я модельный бизнес, потом просто фестня Кач, потом мент прав. Я участвовал. Мы здесь просто, как пишется текст, мы собирались, выпивали и просто травили, набрасывали как-то. Можешь какой-нибудь текст прочитать? Ой, я свои пью стихотворения, но изусть очень мало какие помню. Что-нибудь из нового? Из нового? Ну, вот как раз Серёга какие-то мои исполнял вещи, что-то. В интернете всё есть. Заходите ко мне на это. На огонёк. Там всё. Заходите экстрасу на огонь. Слушайте группу «Битый сектор». Там я как раз тексты тоже пишу. Ещё среди мерной драмбейса и вообще в Питере ходит такой слух, что ты и Феофан как-то связаны. Это так? Ну, для меня вообще мы все являемся единым светом и по большому счёту ничем не отличаемся друг от друга. Так ты связан как-то с проектом Феофан? Ну, нет, мы живём в одном районе, разве что только. Насколько я знаю, он жил в Копчином. Ну, ты знаешь его? Нет. А может, знаю и не знаю об этом. Знаю, но не знаю. Какие у тебя ещё были проекты? Коми-кач. Музыкальные? Да. Те, которые достигли какого-то успеха. Очень много, на самом деле, выдуманных команд и проектов. Всегда хотелось нам с товарищами сделать именно вот такой гей-проект. Абсолютный квир. Вот, то есть, даже придумали название. Гейзер. Одно из названий. Вот. И петь то, что понятно гомосексуалам. Но так как мы сами не гомосексуалы, а straight, то всё проваливается. Но мне кажется, это бы пользовалось дичайшим успехом. Нужен какой-то такой хал. Ну, короче, гомосексуальная музыка. Кстати говоря об этом, у нас вот группа «Битый сектор» наибольшей популярностью как раз у ЛГБТ-сообщества пользуется. У лесбиянок особенно. Мы давали офигенные концерты в лесбийских заведениях. Там «Унтервельт» или там «Полливойтер». Ну, сейчас нет. Сейчас мы новый альбом пишем. Пока рабочее название «Тяга». Это про спорт, про бодибилдинг. В 2000-х годах был такой журнал, назывался «Зе корд». Он писал о музыке, о музыкантах и вообще было творчестве. Какую часть ты принимал в этом? Я его редактировал. Мы выпустили два или три, три, по-моему, выпуска. Да, мы хотели... Тогда ещё не так был развит интернет. И об этом, обо всём, о музыке тяжело было достать информацию. Всегда было. То есть у нас там, если помните, был журнал «Птюч», там «Ом» какой-нибудь там, «Ровесник» может быть. Я даже не знаю. Вот. Я, собственно, хотелось что-то своё, пописать об актуальных каких-то, своё видение. Мы на чистом голом энтузиазме всё это какое-то время... А почему загнулся? Как всегда, у человека закончились деньги. Я Демок Бараш, это Блок Спирс, Бараш, Бараш, Бараш. Давайте поговорим о Дарамон Бейсе. В чём разница Дарамон Бейс – цены Запада и Россия? В чём отличается? Я думаю, сейчас глобализм, уже глобальная какая-то история, я не думаю, что... Ну, они отличаются, естественно, просто какими-то такими субкультурными особенностями. Может быть, особенно Британия, там, да, там есть труд жонглисты, у которых есть определённая атрибутика там какая-то, да. Вот, они такие свитерки не носят, понимаешь, вот. А вот такие кепки, кстати, может быть. Ну, и, соответственно, может быть, какой-то этический кодекс, может, поведение, ещё что-то у жонглистов есть. Интересно, какой. Вот. Ну, это всё-таки всё завязано на регги-культуре, там, может быть, растамания какая-нибудь и прочее. Вот. У нас же всегда людям было сложно сориентироваться, как ты знаешь. То есть, ну, что Драма Бейс – это что? Это какое-то ответвление рейв-культуры, например, да? Ну, да, может быть. Кто-то это воспринимал как часть хип-хоп-культуры какое-то время. Действительно, определённые виды джангла, там, Драма Бейса старого, особенно, олдскула, всякий джампап, там. Ну, это скорее хип-хоп-история, да? Может быть. То есть, можно было так одеваться, там, и так далее. Но, в основном, да, всех и все... Вот нету какого-то скрепляющего, кроме музыки, элемента. Я такого не нахожу. Поэтому, да, отличия географические, конечно, разве что. Ты считаешь, что та культура лучше развита, чем наша? Ну, английская, конечно, она вообще... У нас, что называть культурой? Вообще, вот, какая коннотация у слова культура? То есть, культуренное что-то. То есть, можно панк-сцену назвать культуру. Панк-культура же говорится, да? Но при этом их поведение, оно девиантное и, как бы, нарочито контркультурное. Вот. Так и контркультурное ли явление, там, драм-н-бейс, например, или культурное? Большой вопрос. Я, на самом деле, кроме музыки, как объединяющих факторов, именно культурных, очень мало. Ну, что это может быть? Одежда, спорт, может быть, что-то такое и есть. Ну, это просто часть общей молодежной какой-то истории. Ты себя сейчас считаешь женоглистом? Ты сейчас себя считаешь? Троцкистом. Да нет, шучу. Это я когда-то отвечал, вот, Дима помнит, Псковский Вестник, какая-то газета. Вот, я в Псков приехал играть, а я всегда, типа, в интервью все время дурачился. И вот я там такие вещи говорил, типа, я троцкист. Когда все остались сталинистами, я был троцкистом, в общем, такое я загонял. Считали я себя настоящим джанглистом. Не могу сказать... Ну, конечно, в музыкальном плане я, конечно, очень сведущий. Естественно, я там следил за развитием жанра самого почти там. Ну, я и потом наверстал, что я в виду возраста там не получал слышать. Вот. И, собственно, привычка говорить «вот» между словами постоянно появилась в результате этого. Вот. Вот. Так вот, друзья мои, у меня сейчас альбом «Dissident.Context». Давай мы с альбом. Так вот, расскажи, почему здесь «Dissident.Context». Ну, тогда проекта «Context» как такового не было. Покажи. Его не было. И просто мне нравилось такое название. По-немецки «Context.Context». Вот. А потом я и взял его себе, собственно, как псевдоним. Так. Вот. Альбом 2004 года, мой второй сольный альбом. Здесь один товарищ мне недавно рассказал. Мы выступали где-то вот в этой кишке ада на Лиговском проспекте. Вот это Лиговский 50, да? Да. Где много-много всяких. И один товарищ давно-давно не ходил уже никуда. И что-то вот мы там, знаешь, не виделись здесь 15-10. И он такой вот меня встречает. Я его обнялись. Давно не виделись. Ну, очень давно. И вот он мне рассказал потрясающую историю, как вот он с этим альбомом лег в психиатрическую больницу. У него там были проблемы там с веществами. И потекла крыша. Он говорит, я слышал только его. Вот. И он во мне вообще там, типа, даже в чем-то помог. И вообще он мне респектовал. Вот это вот история, да. Такие люблю. Следующие у нас вопросы будут. Авдором Бейсмама. Это диджей Зимине. Вот она. Вот она подготовила большой блок вопросов. И сейчас мы начнем их задавать. Это отдельный блок? Это отдельный, да. Вопросы от Зимины. Есть музыканты-авангардисты, которые придумывают что-то новое. А есть консерваторы, которые в том числе используют идеи авангардистов и продвигаются за счет этих идей. При этом на авангардистов падают все шишки, так как они представляют что-то новое, к чему зритель еще не готов и опережают время. А все лавры достаются консерваторам. Я считаю, что Диссидент это такой музыкант-авангардист, который опередил свое время. И он получает хороший респонс от музыкальных критиков и от тех людей, которые изучают музыку. Но при этом большинство людей, как оно вообще реагирует и как он относится к своей доле авангардиста, может быть, что-то такое, короче. Отличный вопрос. Как это прокомментируешь? Зима вообще, как всегда, красавица. Богиня. Я что могу сказать? Да, опережать время нелегко с той точки зрения, что ты, соответственно, как бы не синхронизируешься с остальным обществом, которое, как правильно Зимина говорила, не готово, может быть, еще к этому будущему. Но это основной импульс для меня, по крайней мере, это попытка изобретения какого-то нового звучания. И оно и так же может быть консервативным. Например, вот мы с Димой писали вот этот альбом «Антракт». Он, в принципе, как бы, мы брали все лучшее из прошлого. И добавляли, как бы, какие-то элементы современные, но это вот именно такой ретроспективный взгляд. И мне, в принципе, хватает хорошей реакции прессы. Миломанов настоящих. Всегда есть надежда, что неофиты, которые только что пришли к моей, допустим, музыке, в будущем для них она раскроется еще каким-то образом, другими гранями. Потому что человек растет, начинает... Нужно слушать больше фонограмм, короче говоря. Тогда расширяй свой кругозор, и тогда будешь хорошим слушателем. И можешь слушать вот Димины произведения и мои. Для этого нужно сдать экзамен определенный, инициацию пройти. Мы это практиковали как раз в гнойной комиссии. Это тайная инициация с атрибутами садомазохизма, каких-то БДСМ практик. И через это люди приходят к пониманию нашего музла. И это вдвойне приятно. Представься. Зовут меня Дмитрий. Известен я под псевдонимом Cyberworm. Киберворм, как то называют в меру своего английского. Я продюсер, саунд-продюсер, саунд-дизайнер, музыкант, композитор и прочие малооплачиваемые работы. Я долгое время сотрудничал с диссидентом, со Стасом. Мы, можно сказать, старые друзья. И много всего вместе написали. Включая, например, прекрасный альбом под названием... Антракт. Выпустили его пару лет назад. Если вы хотите его приобрести, приобретайте. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Расскажите, какие у вас совместно были проекты, чем они закончились? Есть еще какие-то новые? Ну, у нас был проект, естественно, Phantom Orchestra и Context Band. У нас было два таких. Они были примерно в одном составе. Это мы со Стасом, это был Аспект и Флейтист. Он же Диоген себя называл. Но никто его так не звал. Вовсе звали Флейтист. Знаете почему? Он играл на Флейте. Да, мы приглашали различных музыкантов. Просто вот любых джазовых. Они очень хорошо ложатся. То есть, импровизация шла хорошо. Можно было очень много бухать. Да-да-да. И главное, чтобы просто дилей повесил. И любой инструмент хорошо звучит. Можно просто взять ведро и бить по ним палкой. И если с дилеем, это будет круто. И, в общем-то, Phantom Orchestra представляла себя что-то такое, как автоматические удовлетворители. Тоже искупчены все. Тоже в душе панки. И приглашались играть все, кто умел как-то что-то. Да, с нами иногда были приглашенные саксофонисты, вокалисты, кого там только не было. Но это проект такой был чисто шоу-проект. Мы ничего не записывали. У нас не было даже какого-то материала. У нас были такие вроде как подложки. Либо свои треки мы ставили, под них что-то импровизировали. Либо какие-то подложки, я помню, делали. У меня был электрайт какой-то старый. Я на нем что-то делал. И под него аспект на басухе что-то подыгрывал. Фритис сверху подыгрывал. И диссидент у него был инструмент. Назывался Мистер Монитор. Да, я диджей Вина. Он просто брал монитор, нежно его поглаживал. И говорил о нем, как он его любит. Как ты думаешь, как будет развиваться драм-н-бэйс в ближайшие пять лет? Ну вот сложно сказать. Скорее лучше обо всех стилях говорить. Как они будут развиваться. Как мне видится. То есть именно музыканты, которые именно жанровые. То есть вот драм-н-бэйс мы по канонам по каким-то там пишут. Не экспериментальщики. Вот. А тут, ну не знаю. Это же вот как куда мейнстрима заведет, так сказать, кривая кочерга. То есть это получается, что людям больше всего заходит, так и будет развиваться. А как им можно приугадать? Что-то, наверное, что-то такое тривиальное и ненавязчивое. Хорошо сказал запутанно. Но я думаю, наши зрители разберутся. Да. Ты давно на музыкальной сцене. Вот скажи, пожалуйста, что бы ты изменил на ней? Что бы ты поменял на музыкальной сцене России? Возьмем Петербург. Ну мне вот, у меня есть какие-то вот романтические, социалистические, коммунистические, может быть, какие-то надежды. И было бы круто, если бы творческим людям, действительно серьезно занятым этим трудом, вот им бы государство бы платило какой-то welfare. И они бы занимались спокойно этим делом. Как есть ик-ток хаос, а здесь это типа мюзик хаос. Да нет, просто вот это в Голландии, по-моему, или Министерство культуры платит своим художникам. Про музыку. Ты можешь посоветовать нашим зрителям три лайфхака успешного трека? А это Стас и Диссидент. Что ты посоветуешь? Именно успешного, чтобы его больше слушали. Да. Ну это должно быть, во-первых, что-то, вот меня всегда критиковали. С самого начала моего пути, говорили, что у меня музыка загрузная. Вот нужно, чтобы было не загрузно. Нужен незамысловатый мотив. Все должно быть очень громко, перекомпрешено, так, чтобы все на телефонах могли слушать. Вот. И тогда будет успех. Еще у Стаса в детстве было бандитское прошлое, то есть, вернее, у его отца было бандитское прошлое, и, может быть, какие-то забавные истории из его детства, как его похищали бандиты. И также интересно было бы спросить про его карьеру, каскадера и вообще карьеру в кино. Ну это мы уже спрашивали. Вот. Тебя похищали в детстве, скажи? Да, был дело. Расскажи эту историю. Кроме того, что меня похищали инопланетяне, ну как похищали, там все было с обовидного согласия, и потом мне стерли память, я об этом ничего не помню. Да, действительно, вот я уже говорил, что мой отец был, естественно, вхож в криминальные круги за свою спортивную вот эту деятельность, и, соответственно, все такие, я не знаю, там такие имена, я с ними был знаком лично. Как тебя похищали? Там Кумарин такие есть, у нас бандиты Занит Малышев, они там с моим папой в армии служили, в спортроте. И, соответственно, оттуда тоже ноги растут. И вот какой-то был очень лютый замес очередной, там, по поводу бизнеса моей матери, по-моему, у нее там ресторан был, и что-то. Ну это типичные были разборки, вот эти крыши, там, и так далее. Ну и вот, меня как-то похитили, но незаметно для меня, то есть меня просто там везли куда-то, там, дали игрушки. Вот. Но все переговоры потом, все было записано на такие микрокассеты, я потом через несколько лет нашел их, там, про выкуп, в общем, такая была история, да. Ну, я даже не заметил этого. Что за выкуп был? Ну, я не помню, ну, там что-то серьезное на кону стояло. А раньше, когда мы начинали играть только вживую, диссонанс, когда группа, у нас был монитор для выступлений от кассового аппарата черно-белого, вот такой вот. И весь системный блоки таскали с собой. Да-да-да, я тоже таскал с собой системный блок, ровно до момента, когда у меня украли его в гей-клубе Грешники. У меня там реально украли системный блок. Это был знак. Да, не связывайся с этими. Помнишь, какие такие заведения, как фабрика этих утерянных велосипедов? Да-да-да, ВМЦ. Клим Ворошилов. Клим, суперское было место. Потом Лук Спарта, который находится сейчас в Анненкирхе. То есть мы, получается, выступали всегда на Амвоне непосредственно. А гримерка была там, где священники тоже должны тусоваться довольно. А, да, там место такое намольное было. И там такой запах священников и маленьких детей. Да-да-да. Ну и плюс того, что мы курили. Мы курили только сигареты. Тогда можно было курить в зданиях. Да, везде было накурено. Вообще прекрасные времена. Да, и вечно пахнет сигаретами и алкоголем. И таким потом еще. И да-да-да. Я вспоминаю, помните запах тоннеля? Вот он, вот именно такой подвал и церевший. Я помню, как-то в тоннеле была вечеринка. И там просто сломалась вся канализация. И там просто вытекла вода и замерзла. Там было так холодно, что вода замерзла. И люди реально плясали на катке. И это был каток не просто вода там из канализации. А там и моча, и кал. И люди танцевали просто на моче и кале. Это была реально безумная вечеринка. И это был, причем, единственный раз, когда я был в тоннеле. А я была всего один раз, потому что это вот именно случилось в мой единственный раз, когда я там был. Потому что я начал тусить буквально вот через, как его закрыли. И когда его открыли, я успел один раз сходить, и его снова закрыли. Так что у меня там была ровно одна вечеринка. Я много. Был один интересный случай, когда Шульц... Значит, было выступление диджея СС. Вот такого черного парня. Он на время очень часто... Да-да-да, я помню. И, значит, мы зашли в эту вклетку, в клетку, где, собственно, диджеи выступали откуда из клетки. Да-да-да, там была такая клеточка. И в этом обезьяннике, значит, и мы с Шулей там что-то попивали рядом. Там, ну, сильно были пьяные. И Шуля... И, значит, а рядом вот стоит сумка, значит, с пластинками и СС. Вот, считай, вот так. И Шуля наблевал ему прямо в сумку с пластинками. О-о-о-о. Да, это... Я не знаю... Опозорил Россиюшку. Да, представляешь, так играешь... Перед ССовцем. Играешь ты, играешь в другой стране. За пластиночками. А там такой товар. Ну, я думаю, если бы, скажем, тебе в Голландии голландец наплевал, я думаю, ты бы отнесся с уважением к этой Блевантусе. А поэтому я в Голландию ездил без пластинок. Вот. Ну, да. Это же потом он все в самолете вез. Вообще, про Блевантусы это очень интересно. У меня много случаев Блевантусов в клубе интересных. Помню, я играл... Я все время мне как-то вот... Кто-то меня сглазил. И я иногда играю с группой ЛВТ. В качестве диджея. Я часто напивался гораздо сильнее, чем артисты с микрофонами. Это, конечно... Вот. То еще. То еще, значит. И было одно выступление у них в клубе Мани Хани. Помните такое? Да, да. Вот. И он, по-моему, чуть ли не до сих пор существует. Вроде не существует. Да. И всегда он, значит, славился своей охраной охреневшей. Но он славился не столько охраной, а сколько тем, что вечеринки там кончались всегда одинаково. Да. И вот я как-то вышел. Там, значит, открыли второй этаж. И после выступления я из гримерки не выдержал. Я захотел блевать. Но туалет был закрыт. Прямо очередь еще в него. И я прям сперил так. Наблевал. И потом понял, что я наблевал ровно на охранников, которые там стоят. Я думаю, не впервой. И они еле-еле я там как-то отмазался. В общем, это кошмар. Сказал не мое. Я просто рядом стоял. Ну вот почему-то я всегда сухим из воды выходил, в отличие от них. Охранник. А не тебя мы в бассейнске били? Да, да, да. Был бы такой. Я... Да. Ну вы меня чуть не убили. Потому что я выныриваю, а у вас всех такие рожи белые. Я такой, что такое? Ну и выяснилось, что моя голова пролетела буквально в сантиметре от края бассейна. Да, я могу бы с нами сейчас говорить. Да, сейчас бы плавал в бассейне до сих пор. Ну и конечно главный наш проект с тобой. Это гнойная комиссия. Ну это был не столько музыкальный проект, сколько трепанация и трепадня, как мы его называли. Да, да. И собственно мне кажется, правильно Димин сказал в предыдущем блоке, что за некоторые выпуски сейчас могли бы посадить по нашим законам. Этих выпусков никогда не было. Меня за что сажали. Даже твоя загруженная музыка, она вызывает малашки много где. Вот, да, учусь... Вот нет, просто это то, что ты спросил у меня о успешном... А если как я понимаю успешный, да, там допустим... Как ты понимаешь? Ну вот если я считаю свой трек успешным, он, конечно, должен понравиться мне. И, соответственно, если он успешен, то я его заканчиваю. Это успех. Вот. Потому что если он не заканчивается, он, видимо, просто не прет. Такие песни доделать не надо. Вот. И тут должны сложиться, как бы, многие факторы. То есть это... Прежде всего, вот нужно поймать грув. То есть именно работа барабанов и басов, то есть ритмической составляющей. Вот эта связка, когда начинает прокачивать, будет любой стиль. Вот можно уже тогда, как на шампур, насаживать уже другое содержание дополнительно. Вот. И поймать грув, в общем-то, это и есть успех. Где ты сейчас берешь вдохновение? Где брал раньше? Я всегда брал отовсюду вдохновение. То есть вот, что касается музыки именно, то, соответственно, вдохновляет другая музыка. Вот. И часто бывает, что это не современная музыка совсем. То есть сказать, что сама жизнь подталкивает какие-то переживания, там, несложно. Скорее, это вот просто фантазирование такое. То есть что может вдохновить? Это литература, кино. Какие фильмы ты посоветуешь посмотреть нашим зрителям? Литературов. Обязательно нужно посмотреть фильм Кинзадзад, обязательно нужно посмотреть фильм Апокалипс Нау, обязательно нужно посмотреть фильм Солнцестояние, Майак, обязательно нужно посмотреть фильм голова ластик линча любовь и голуби я знаю что ты еще очень много читаешь ну я валим наш художественную техническую да я люблю художественную литературу больше всего современную русскую то есть мне очень важно русский язык настоящие переводы идут хуже классику читаешь да я вот очень антона чехова люблю в классике сейчас там какую последнюю интересную книгу который ты прочитал ну вот пелевина новый роман трансгуманизм инкорпорейт это хорошее и сорокина доктор гарин интересно вообще ты очень любишь да обожаю конечно коллекционирую книги и сорокина ну это я вот и не коллекционирую авторов некоторых особенно дорогих до сердца что ты пожелаешь юным джонглистам которые сейчас подрастают и начинают писать музыку ходят на мероприятие вот именно чтобы ты пожелал ну пожелал бы посмотреть на бриллианты прошлого там на таких авторов как фоток обязательно ну вот ты блин мне просто имена там огромным списком воды послушать то что выпускали good looking к свое время то есть расширять свой кругозор и не зацикливаться на только на драм-н-бейсе обязательно потому что роман бейс как и любой другой жанр он такой кроссовер то есть он впитывает себя как губка отовсюду может брать для себя пищу пищу для сэмплинга и прочего и вот его бы драм-н-бейс как вы знаете бывает абсолютно какой угодно и объединяющим всего является только скорость получается поэтому я люблю называть себя 170 то что чем я занимаюсь 170 bpm и электроник следующая еще стас был одним из первых людей которые придумали нейрофанка в мире и почему он отошел от него почему перестал писать нейрофанка что он думает о современном нейрофанка ну скажем так я этот стиль не придумал просто в россии я первый выпустил в этом стиле музыку и как раз в 2003 году и и и на самом деле по большому счету это звучание сформировал matrix и косвоконсультом оптикал каким-то то есть для меня нейрофанк это прежде всего прием работы с басом то есть это его говорящие качество число как был его изменчивость диверсионность в процессе вот это и в общем как прием я его использую до сих пор если мне хочется что-то с басом такое учудить что сейчас происходит нейрофанком я ему мало слушаю просто мне не нравится что мало малосодержательная музыка она как будто просто повторяется одна и та же песня кто громче поэтому вот 2005 год драмбейс конвенция вот выступали что было после что было дальше а это ты про драку ну как драку мы наткнулись на каких-то общем пьяных курсантов и что-то там с ними или после уже до после выступления мы сами были не совсем трезвы но и инструментами да 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 с инструмента у него была yamaha dx27 а у меня был электрайп красненький короче сэмплер который забыл как называть вот и чего-то не поделили мы с курсантами а точнее не поделил стас там что я чуть-чуть отстал они мне сигарету просто они попросили сигарету а стас им дал по голове синтезатором но в общем там случился какой-то конфликт и там их было человек 8 многое наш друг лёша побежал наш друг лёша побежал за охраной а мы начали отбиваться ну как стас начал отбиваться а я синтезатор аккуратно положил на снег на крыло своим телом что он не дай бог с ним ничего не случилось на амбразуру и собственно как да мне немножко помяли бока и астасику по моему чуть-чуть зуб выбили или кусочек только клавишу а клавиша клавиш ну вот да была такая с обгрызенным зубом клавиатура были случаи вообще не не раз разгрома в те времена мы как-то зиме разгромили клуб пятница в гримерку просто потому что я играл ну не трезвую очень всякую музыку по гражданская оборона там такое ставил и ребятам которые организовали очень это не понравилось мне поправить впервые меня еще на втором танцполе как казалось кому какая в общем нас зима это дико возмутило все разгромили это отомтима of didger недавно вышел твой новый релиз на лейбле audiopoutique расскажи про него пожалуйста как так получилось что именно на этом лейбле это сольный релиз или там ремикс и совместная работа это очень интересно когда издатель задает вопрос про собственное издание естественно тема дело в том что я просто очень уважаю твою деятельность твой талант твой опыт твою красоту ум витальность витальность и поэтому я решил выпустить него трек добмолах вы можете уже купить послушать на лейбле audiopoutique еще один наш зритель это слава галыгин спрашивает у тебя какой зашел переход от sky файк за тереки а от сай файк от научной фантастики заказа торги дула бы переход не скажем да в концептуальном плане на самом деле эти две вещи перемешаны перемешиваются для каких-то более техничных момент технологичных то есть техно и драмы если просто техно лучше подходит концепция научно-фантастическая соответствующими сэпплами звуками космическими так далее тематика мл о у меня присутствует вот и также есть магический канон когда вот мы лейбл опасает одно время мы как раз на этом концентрировались вот альбом с флитистом лютера диссидент окал черт бокс об этом как раз это культизм и какие-то темные темная на ну как бы нижний астрал и нафи переход как бы не произошел вот возвращаясь к вопросу а просто научная фантастика смешалась с мистикой то есть грубо говоря тв3 смешалась с рэн-тв следующий наш зритель этот риски 11 спрашивает как стас с помощью своей музыки меняет сознание людей моё вот изменил я вообще когда слушаю его музыку как будто трепуем а сознание изменяется как так можно вообще вот это прекрасный вопрос и когда получается передать состояние в композиция тогда вот и можно считать успешным эту композицию и каждый человек нельзя забывать слышит по-разному у каждого с разными звуками свои ассоциации вообще спецчастотный спектр того что он слышит от ума можно слушать музыку то есть пытаться понять какой-то контекст временной там стиля жанра или тексты если это песня вот собственно и состояние в котором пребываю я которое я хочу передать во время того как я пишу эту музыку и когда она откликается в душах других людей когда они какой-то психоделический эффект выхватывают это всегда приятно такие слушатели в общем и нужны для таких я и пишу это именно медикаментозный и психоделический эффект музыки который безусловно есть есть и хитрости как там с работа со стерео панорамой очень хитро то есть такие психоакустические приемы которые тоже работают но с хорошей акустикой желательно наушники используйте хорошие и тогда вы по каждую деталь прочувствуйте проникнуть кстати этот же зритель наш говорит он что ты обещал взять ученики только осталось мог пить его переехать ну вот переезжает пусть и из того может связаться ты возьмешь ученики да я практикую иногда так следующий наш пользователь это вячеслав плащонин вопрос который определи время кто виноват и что делать виноваты мы сами тоже своими негативными вибрациями низкочастотными мы порождаем и притягиваем к себе подобное негативное состояние вещи и события если вибрировать на более тонких уровнях на более высоких это касается всего то соответственно и результат положительных и соответственно как бы если человек научиться настраиваться самим собой прежде всего то и поймет что виноват во всем он и что надо делать надо менять себя вот кто виноват ты виноват что делать смотреть свое духовное сердце так вот дим расскажи про свое оборудование и вообще чем ты занимаешься здесь среди всех этих железок среди всех этих железок я занимаюсь мастурбацией по большей части но иногда я сижу делаю звуки потому что моя основная работа это саунд дизайнер я делаю звуки и пресеты для каких-то синтезаторов я делаю сэмплы я их частично выкладываю бесплатно частично продаю сайт ритмлэп точка ком но если вы из россии вы их не купите потому что у нас пейпал не работает у меня к сожалению только через него оплата но ссылочка до в описании можете скачать у меня достаточно много всевозможных бесплатных сэмплов если они помогут вам в творчестве у меня там огромное количество брейкбитов которые я подрал с пластинок или с дисков или флаков из чего угодно главное что не из mp3 они в хорошем качестве лежат на сайте через какое-то время короче наоборот будет да да винил бывает mp3 быстрее аутентичный звук итак сейчас у нас еще очень важный вопрос это от кости диджей гвоздя самый мощный драм-н-бейт проект за все времена диджей гвоздь пиратская станция вопрос такой у костя тебе гнойная комиссия с позиции сегодняшних веяний типа разных тип ток-шоу что было дальше и бла-бла-бла не ну я считаю что у гнойной комиссии нет и не может быть конкурентов это совершенно из ряда вон выходящее явление мы его никогда уже не повторим а можете повторим но это уже будет совершенно вот как спрашивает костя другой контекст временной и вообще бы интересно было как это сейчас звучало бы потому что очень многое сейчас запрещено очень много чувств задевается различных у всех людей вот это хорошо что наше общество стало более чувствительным соответственно можно есть что задевать там мы конечно то есть не политкорректность это самое мягкое что можно чем можно описать вот и кости принимался эти участие у нас в программе это было ей кто кто хочет на торрентах можно все это скачать она лежит так следующий вопрос следующий наш пользователь там тём спаркс спрашивают какая у тебя же скорость первая ли вторая космическая у меня гравитационная скорость мгновенная переброска телепортация следующий вопрос наш зритель алексей опеков спрашивает здравствуйте станислав сейчас больше добрый вечер станислав и сейчас больше диссидент или контекст в данную маме в секунду данный момент времени жизни ну сейчас я больше диссидент потому что я как раз сдал альбом новый на в лондон в лондон дал и жду его выхода должен был в этом году выйти но чуть-чуть задержалась из-за пандемии заводов виниловых у них больше заказов они мы же лейблы стали дико дико выпускать пластинки всяких непотребств вот и соответственно маленькие лейблы независимые остаются не у дел потому что у них ну соответственно сделки то контракта поменьше и их оставляют на потом и вот на год задержалась нос будет в начале года альбом называется half space полупространство и я прям жду не дождусь когда это пластинка выйдет потому что я и очень недоволен следующий вопрос от нашего пользы для рома шанин спрашивает какое будущее ждет начинающим музыкант в россии забвение социальная неустроенность проблемы во взаимоотношениях с противоположным полом также собственным вообще бы тем бездомными много становится по пути проституции наркоторговли идут вот что может еще ждать я думаю что можно послушать песню группа кровосток можно сдохнуть и там это ответ четкий на этот вопрос следующий вопрос от нашего зрителя это антон уточкин спрашивает станислав когда вы найдете истинную любовь я нашел свою истинную любовь и она это безусловная любовь к абсолюту продолжаем после мин стас на чем творчество ты вырос ну по большому счету если заглядывать совсем в какой-то вот глубокое детство я никогда не забуду момент мы отдыхали в геленджике это еще советский геленджик и вот на улице устраивали вечеринки для отдыхающих ночные и тогда вот это было популярно ламбада мираж комбинация вот такие вещи я помню и там еще такой стоял на эстрада такая и вот на эстраду самые смелые выползали и и танцевали я вот помню меня долго я стеснялся стеснялся на меня вытащили на эту эстраду я начал отжигать короче и вот это вот ощущение и с тех пор я вот вообще все что угодно могу слушать ее найти кайф в этом а иначе как жить вот если музыка звучит отовсюду вот нужно как бы пытаться ловить от нее кайф как еще если раздражаться постоянно то плохо как ты подделывал года рождения чтобы тусить маме почему стеснялся что тебе было 13 лет когда вышла на сцену ну да было делал я себе приписывал пять лет вот долго ну блин у я был совсем мелкий просто вот я думал что меня не примут и будут всячески прикалываться надо мной как на малын я вот пять лет себе прибавил все очень удивились потом когда правда вскрылся я помню тот момент я уже и честно говоря уже и сам запутался сколько мне лет поэтому это нафиг это вопрос то есть ты специально подделал возраст чтобы тусить со всеми это может был не делать но я делал то есть я даже скан паспорта там кому-то посылал когда на гастроли чтобы ехать я нолик этот исправлял короче итак спасибо что посмотрели интервью я дима баш это стас диссидент напиши комментарии обязательно под этим интервью что ты думаешь о стасе мы он он все их прочитает поставь колокольчик подпишись на канал и не забудь по патреон ссылки все внизу спасибо старше ты был здесь вот очень благодарен тебе и последний последний вопрос кому бы ты хотела увидеть наших следующих интервью давайте посмотрим на тематика окей хорошо все принято все всем пока всем спасибо а